I have ways of blowing things off. Я еще не уверен, что и как мне нужно будет, куда что вкачивать. Это я пока подожду. Я вкачал немного в... Нет, стоп, где это было. Вот, в клинки вкачался немножечко. У нас теперь расход выносливости на все атаки клинковым оружием уменьшается на 50%. Также качнул, чтобы показатель брони увеличился на 15. Когда мы двигаемся, надо будет вот это еще раз потом качнуть, добить до максимума. Комбо атаки с клинковым оружием может вызвать течение. Посмотрим. Мы все-таки... Я уверен, что у меня один из трех слотов постоянно будет забит каким-нибудь рукопашным оружием. У нас они делятся на ударные, на клинки. В ударные я также вкачался. Уличный бой. Вот, прилив сил. Вот это я еще вкачал, что буду себе регенить здоровье. И также... Где-то оно было. Блин, я уже, наверное, сейчас это не найду. А, вот. Вот это нужно будет еще раз. Восстановление здоровья до 70% вне боя. Чтобы меньше использовать аптечки, нужно будет потом сюда качнуться еще раз. И, наверное, вот это нужно будет качнуть. Посмотрим. Я более-менее так наметил себе на ближайшее. Ладно, все. Мы находимся на базе наших бледнолицых друзей. Будем нырять в ванночку. Посмотрим. Там Джонни что-то хочет сказать, да? Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Почему ты... Ладно. Вы же хотите... А, чего хотите, а слушай. Можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за Черный Заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали Черный Заслон, все думали, что этого хватит. Что лед отпугнет диких эскинов. Но прогресс идет. Его не остановится. По-моему, мы в этот прошлый раз скоро катастрофа повторится. Обязательно. Возможно. И очень скоро. Возможно. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы... Мы будем готовы. То есть вы реально такие думаете, что в корпорации сидят аутисты, да? Ладно. Вы такая... Ночего ты ждешь? Лед успеет растаять, пока ты сомневаешься. Новые зальете. Что такое все-таки кичероза. Что вообще такое Черный Заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит Сетевой Дозор. Последний бастион против эскинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу Дозора. Только Черный Заслон тоже эскин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди его бы сочли предателем. Ладно. Идем. Что-то с вами. Можем работать. Нафига в ванную-то? Что теперь? Джонни. Парри. Парри, плоси. Вы же не хотите сказать, что холодная ванна глушанула нам сигнал от Джонни? Вот так вот. Так. На самом деле, наверное, капельку неправильно то, что я так сделал. Потому что я с прошлой серии немножечко успел подзабыть, что именно сейчас происходит. Не, я в общих чертах понимаю, но, наверное, жалко, что мы в прошлый раз на хронометраже подошли именно к этому моменту. Там еще кто-то стоит, кстати. И там тоже. Уже все? Серьезно? Уже все? Серьезно? Это наша Борда. Цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Это все такое живое. Ладно. Что теперь? Ну да. Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструктора. Нам нужны данные о Вальд. Только они. Понятно. Это займет всего. Прижит. А, вот, двадцать третий год. Кстати, через два года, ребят, если что. Это вот моменты с Сильверхендом, когда его брохнули, да, это тот вечер. А, это вот еще раньше, тринадцатый год. Когда игру начали разрабатывать. Да. Что происходит? Я за Джонни играю. Обратите внимание, титры мне сказали, что я играю за Джонни. Но тогда у тебя еще не было руки. Наверное. Я так думаю. Что за ересь происходит, блядь? Да какого хера? Ты перегнул. Сильно. А теперь что? Что будет дальше? Вытащишь на сцену корпората. Свяжешь его. Обольнешь бензином. И подожжешь. Ну, я нажимаю Z. Ты тут не один. Я нажимал Z, если что. Ничего не произошло, чтобы меня перекинули. Ладно. Поговорить с Кэрри. Пожалуй, что только ты. Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший. Ну, возможно, да. Ну, идеи-то только у меня есть. Так что, если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блядь! Это из-за концерта или Кэрри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. А смотри на себя, аж вспотел от злости. Эй, не надо, не надо вот этой всей фигни. Мы тут на Ютубе, если что. Блин, ладно. Я же надеюсь, что цензура будет нормально работать. Я ее включил. Фуу. Что за фигня? Никогда не понимал все эти рок-н-ролльские прикольчики. Это, видимо, один из таких прикольчиков, которые я не понимаю. Так что пофиг. Ой, да ладно, ваших соплей-то розовых. Кто такая Альт вообще? Расскажите мне. Ну, я понимаю, что это, типа, девушка Джонни, но все равно. Вы же понимаете, что... Как должна себя вести текстура одежды? Вы тут просто взяли одну текстурку, наложили на другую, и у вас теперь одежда ведет себя не как одежда. Хотя так и выглядит. Ну, ладно. У вас руки подходящие, так что все нормально. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Ребять, хочешь поссориться? Вот почему мышкой можно переключать, а нажать мышкой, блин, нельзя. Все равно все через F происходит. Просто покурить после секса уже не в кайф. Надо непременно выкопать топор войны. Все кончено, Джонни. Я просто не смогла исчезнуть. Ни слова не сказав. Ну так говори, блин. Ну говори. Чего хотела? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебя сегодня так накрыло-то? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт. Как и ваш самурай. Это фальшивка. Обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. А, то есть ты хочешь меня перевоспитать. Ну что ж, не ты первая, поверь мне. Очень надо. Я в такие игры не играю. Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь. И только ты можешь с этим что-то сделать. Ты что-то попутала валять сюда. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться. А не чтобы ты ебала мне мозги. Да ладно, на тебе еще подъеду. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Я ничего не буду говорить. Ты безнадежна. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. До свидания. Что это за фигня было? Эй, ты куда? А зачем ты за ней пошел? У меня встреча. Мощно выступил. Черт, спиды кончились. Само собой. Завтра снова играй. Это бессмысленно. Обе реплики были исключены. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер. Другой раз. Другой раз, Чуба. А если другого раза не будет? А? Джонни! Нет! Уйдите от меня! Джонни! Че, блин? Нет! Ну, он-то живой после этого остался. Я опять же не понимаю мотивации. Потому что... Ой, дайте котика погладить. Потому что он ведет себя, как будто она ему не нужна. Он говорит ей, что она ему не нужна. Что ты тебе от делаешь? И тут же он зачем-то за ней прется. И тут же он зачем-то за нее заступается. Как бы... Не знаю. Не, бывают люди, которые так нелогично поступают? Тут я не спорю. Просто если это какая-то нелогичность от игры, это было бы неприятно. Если это просто нелогичность от персонажа, ну что же, это убавляет очки Джонни в моих глазах. Вот и все. Потому что, ну, раз он дебил, так почему я должен за него переживать? У нас, кстати, смотрите, как отличается тона. То есть, когда мы играем за Сильверхэнда, у нас все желтое и синее. Когда мы... Ты опять отключаешься? Да, 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 иди нафиг. А где Альт? Когда мы играем за нашего персонажа, Он привез только тебя. То у нас цвета Хада другие. Ничто никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсене. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов. А то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. Ах, пизду. Все равно не послушаешь. А, такой вопрос. Что, докторов нормальных не осталось? Остались только риперы? То есть, ну, сейчас, чтобы зашить обычную колотую рану, это же нужно как бы к врачу, а не к риперу. Рипер, это же установка имплантов. Рассказывай. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Угу. Ну, что-то надо. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет. Материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Понятно. Ты, а, будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нейтранер в городе. Я крайне против алкоголя, но просто потянуться за руку – это было бы явно не в стиле Джонни. Он бы такого не сделал. Он же отвратительный ублюдок. Он бы за руку взялся, серьезно. Смотрите, как у нас изображение плывет. Тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, рокер? Они нагнут нас. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара, как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. То есть вот так начался твой конфликт. Нет, но я понимаю, что у тебя уже был конфликт с Арасакой все это время. Таким образом... Минуточку. Это очень иронично. Если это деваха, анальный тренер, она создала душегуб, а потом тебя убили, и с помощью душегуба держит твое сознание в чипе... У меня, кстати, тут нету скана. Это немножечко иронично. Наверное, да. Ну, а ты... Пойдем. Пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? Я знаю, какого в Атлантиде помогут. А пойдем, посмотришь из-за угла. Ха-ха-ха. А вот нужно спешить. Пойдем. Сможешь посмотреть из-за угла. Все, как ты любишь. Можешь посмотреть из-за угла. Хорошая подстепочка. Это что? Мне кажется, что у него на руле логотип Porsche. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Типа это... Дьявол. А, это реально Porsche. Серьезно. Где вместе? Сядь. Не рыпайся. То есть всем вокруг пофиг, да? Что-то... 5 августа 13-го года? То есть сейчас 13-й год. По сути, в 23-м году грохнули Джонни. Сейчас 13-й год. Сфигали у тебя такие импланты, сфигали. Все выглядит, как будто сейчас уже 77-й год. Ну блин, ну ребят, ну вы же не могли так... Ну да, люди выглядят чуть-чуть... Ну вот покажите мне, кто... Иди нафиг. Кто в 13-м году вот так вот одевался? Вы взяли просто неписи 77-го года и перекинули сюда? Его правда так зовут? И к тому же, откуда такие технологии... То есть, милочку, 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 милочку. Я могу от музыки уйти? Вот. Тут музыки нету. Хорошо. Объясните мне, пожалуйста. Ладно, то, что у него рука протез, я могу еще предположить. Даже в наше время существуют довольно-таки модернизированные протезы. Хотя я сомневаюсь, что в 13-м году были настолько продвинутые протезы, какие они сегодня в наши дни. Это я могу объяснить. Он рокер, он богатый чувак, он мог себе заказать офигительный протез на руку. Окей, круто. Да. Теперь, чувак, который нас проткнул... Что это были за протезы? Почему все в 13-м году, по сути, в глубоком прошлом, даже для нас это сейчас довольно далекое прошлое, все выглядит именно таким образом? Или вы мне тут все хотите сказать, что это параллельная вселенная и не имеет к нашей реальности вообще ничего? Тогда зачем год какой-то... Ну ладно, в общем... Сильверхэнд! Иди нафиг! У меня тут счет с твоим автографом! Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ну, всегда фишка в чем? Хочешь что-то узнать, поговори с барменом. Эти твари всегда все знают. Может быть, в 5? О, я могу сохраняться, круто. Можешь помочь? Чё тебе надо? Шизнь... А, и шейн показалось шизень! Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Эм... Может быть, ты сходишь туда? Блин. Нейти бестию, спросите, где бестия дополнительно? У кого спросить? И что дополнительно? Я уже узнал, где она? Ты значит, мимо? Ясно. Что, сука, забыл, кому обещал эту работу? Или ты хотела убить его два раза, чтобы наверняка? Э, шляпа! У вас 10 секунд, чтобы бросить оружие. Так, ладно. Бармен наверху нас спросил. Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно имя. И всё. Смотрите, какие у них аггментации. Этого хватит, чтобы освежить тебе память. Вижу, ты тут первый раз. Посмотрите на глаза, посмотрите на руки. Какой 2013 год? Уёбывай. Ребят, до свидания. Мне надо поговорить. Поговорить надо! Блин, чтоб вас... В поликлинике обычно так говорят. Говорят, ты приходишь, тут очередь. Это такой, ну я же только спросить. И всё, все люди моментально начинают тебя ненавидеть. Но учитывая, какой Джонни мудак, то в принципе это в его стиле. Привет. Сантьяго. Я тебя не знаю. Знаешь что? Это не по-моему. У меня и без тебя дел полно. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Хорошо, что я тебя застал. Ты вроде говорила, что хочешь уехать. Мы ждём клиента. Который не хочет светиться. Не трать моё время! Ага. Настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твоё дело. Майор, рокер готов раскошелиться. Знаешь что? У меня и без тебя дел полно. Значит, в этот раз будь умнее и возьми деньги вперёд. Ну так сколько, рокер? Это важно. Ну вот это заплачу, сколько скажете. Такое никогда в жизни произносить нельзя. Двойной тариф. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идёшь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни! Ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд. Пойдёшь с нами. Да без проблем. Сейчас допью. Не трать мать. Он на меня напал! Закончивай. Ты всё так же популярен. А ты чё? Он брал корпорации! Ну, с Джонни можно ходить, как бы... Ты не офигел, чёрт! Вертолёт? Серьёзно? Какой же это сразу выйдет, Джонни? Огонь! Его могут убить? Вряд ли. Ха-ха-ха-ха. Я так иду, потому что он бессмертный. Ну, или потому что он уже труп. А где вся ваша защита в клубе, если чё? Иди сюда, куда ты пошла, Сциклот? Вот это я одобряю. Понятно. Кстати, ваш автомат, который мне пришлось чинить. Это магнит, который разогрет. Ну, прибежал ты ко мне ещё. Подерегись! Боник. Три тысячи урона. Эй, мне кого-нибудь оставь! Стреляй! А, мне, кстати, говорили попробовать его рукопашку. Ну-ка, она... Не, ладно. Так, ладно, пойдём дальше, лифт. Мне кажется, или мне говорили попробовать... Я разве не вызвал его? Вызвал, поехали. Так вы уже вдвоём и тупите, блин! Как я не люблю таких NPC! Зайди сюда, тварь! Спасибо! Сколько тебе ещё ждать? И я тут немного занят. Снизу их будет ещё больше, поверь мне! Да пофиг. У меня меню альта не работает. Знаешь что? У меня без тебя дел полно. А, может рукопашка попробовать без оружия? Вы это имеете в виду? Надо попробовать. Меня Томссон ждёт в машине. Кто? Зурналист, ты не знаешь. Осторожней. У них тоже глаза есть. Быстро, быстро! Ну, блин, это же был хедшот. Не трать моё время. Не заперто. Не, рукопашка обычная. Просто убийственная. А так всё нормально. Я думал, у него какая-то пушка. Может быть, пушка была в этом. Попасть не хочешь? Сильверглаз. Гренки у меня нету. Ну, в принципе, такое. На тебе хедшотик. А у них есть гренки, кстати. Быстро, быстро! Кпшку отригинал, спасибо. О, вы сюда и деваху притущили? До свидания. А, тут чё? Серьёзно? На тебе хедшотик. Чё, балетом занимаешься? Ра-та-та! Есть ещё кто? Никого? Нет? Чё тут такое? Чё за балетные танцы? Да не на вас! Чего ты там застрял? Ты идёшь? Да иду, иду. Я F пытаюсь нажать. Мы сразу за тобой. Ну, поехали, как бы, чувак. А можно... Скрыться от агентов? Можно я стрелять буду? А вот это было неплохо. У нас тачка горит, блин. Тут не очень красиво. А вообще, это Porsche 911, по-моему, то ли 73-го, то ли 78-го года. Надо посмотреть. Сейчас, Самурай, кстати. Ну, Самурай, это название группы их, я так понимаю. Никто, напинут! Справа, переулок, верни! У него ручная гаубица вместо оружия. В чём проблема? Мы машину взрываем с 10 патронов. Ну вот, кажется, и всё. Прошу где-нибудь машину и поболтаем. Я тебе брошу машину. Я тебя сейчас брошу со скалы, блин. Такую машину бросать нельзя, вы чё? Выйди или... Ну, давай чё-нибудь. Да кого нам надо вытащить из Иоросаки? Нет раннершу из ИТС. От Ганнинг. О, понятно. Её, наверное, отвезли в башню. Скорее всего. Дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас... Знаешь что? У меня и без тебя делал. Да я весь вечер от тебя слышу про твои дела. Сыграем у Иоросаки под самыми окнами. Отожжём так, чтобы стёкла повылетали. Этот концерт все запомнят. Бестия, какой-то нытик. Вообще. Не трать моё время. Количество человек, пострадавших со временем беспорядков, по-прежнему остались неизвестны. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Знаешь что? У меня и без тебя дел полно. Тринадцатый год. Ты что, снимаешь всё это? Да? А что? Хочешь передать привет маме? Делай что хочешь. Только не мешайся. Реально, Бестия это та же самая чувиха, к которой, я так понимаю, мы сейчас пытаемся обратиться по нашему мейнквесту, который хочет от нас двадцатник. Ну нет. А что такое? Не нравится он мне? Не трать моё время. А представь, если его... У неё заела фразу «Не трать моё время». Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Не трать моё время. Ой, у нас мало времени. Да нормально. Оклемался быстро. На гамотке переношу. На нас на паре! Неплохо. Двоих пробивает насквозь. Кто меня гасит? Да вы бесполезные, вообще уроды, что ли. Он не упрятался тому поздняк. Отстрелю тебе задницу. Я так понимаю, тут никакого лутецкого нет и быть не может. По одной простой причине, что... Это всё далёкое прошлое, мы отсюда ничего не унесём. Внимание! Нам сюда идут четверо. Пять секунд и заходим. Готовы? Хороший был бой. Взять я ничего не могу. Ну, потому что ему ничего не надо. Заходим. На Терминаторе. Так, ну ты перезарядиться не хочешь? Сука! Ты наверху, что ли? Иди сюда. Всё, успокойся. Хорошо. Мы победили. Что там, камера? Не трать моё время! Найти главный сервак. Ну так вот он не... Открыть огонь! Закрыть! Он вырубается одним выстрелом! Ну блин, эти, серьёзно говорят, уручная гаубица. Нет! Так я и думала. Чего там выпендриваетесь? Чего там выпендриваетесь? Вы вообще ничего не делаете. Ты его ёбища не знаю! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! У меня есть ручная гаубица, могу вот так сделать. Не, не годится. Ладно. Открыть дверь. Дай-ка я. Ах ты сука! Серьёзно? На-ка. Арасака! Теперь понимаю, почему мы его взяли. Активировать? Три, два, один... Отойди оттуда. Скоро станет... Что с тобой? У меня и без тебя, блин! Вот зависла на этой фразе. Блин, по-моему, это будет название серии. Оп-оп-оп, я тебя понял. Всё, успокоился. До свидания. Попался. Ха-ха-ха! Настоятельно рекомендую, ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Сальт, что ты сделал? Я посадил её работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Ну, а на овощ уже. Разбудить или разбудить? Альт. Альт? Нет, только не это. На овощ уже, всё. Сука! Не трать моё время! Не трать моё время! Джонни. Ты совсем охуел? Ха-ха. Ты что, ещё пишешь? Это всё, что мы можем... Не изменишь! А наде... Джонни! Знаешь что? Прекрати уже! Убить его хочешь? Я ещё не убил? Жаль. А то он так любит за уголком постоять. Мне надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, да, да, она умерла. Всё, хорошо, поехали дальше. Блин, я не знаю, почему разработчики считают, что такие сцены должны вызывать у меня какое-то сострадание. Или какие-то эмоции. Как что-то... Говори, а то лопнешь. Не трать моё время! Ха-ха-ха! Не трать моё время! Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чём? Не знаю. Что вы были вместе. Что она создала души глупую. Что она умерла. Как она нам поможет теперь? С того света она умерла. Но он же тоже мёртвым. Ей удалось сбежать. У неё тоже где-то чип есть. Блин, Винь, нельзя быть таким тупым. Альт перешла в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше её не искать. Пошёл стурмовать Арасаку. Для начала купил два термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Так через 10 лет. Будуисты вроде бы знают, где она сейчас. За Чёрным заслоном. Там, где её не достанут. Прижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ним. Ты, наверное, не потянешь. А, какая вера в человечество. Идём отсюда. Минуту. Минуту. Как себя чувствует конструктор? В каком состоянии конструктор? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Но тебе никто не ответил. Так что? У нас получилось? Да. Мы получили нужный фрагмент из энграмма Сильверхэнда. Теперь всё готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. Потому что эти ваши игры с реальностью. За чёрный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. Альт в смысле? Значит, на самом деле, вы не знаете, что вы не знаете. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне. Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу. Это дикие эскины пытаются найти проход. О, я вижу тени, оказывается. Ладно. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь инграмму Джонни до того, как мы перейдём через эту стену. Мы не пойдём туда. Ты пойдёшь туда. Ты один перенесёшь код на ту сторону. Я сразу не догадался. Блядь. Как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Имеет. Делать до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Али. Андали. Ладно. Как мне перейти на ту сторону? Брежит. Она уже отсоединилась. Она уже пошла кофеёчек с круасанчиками кушать. Альт. Чтобы вы... Нужно контроль, альт и делит. Нужно три кнопки нажимать. Не просто альт. Где ещё твои два брата? Контроль и делит. Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каненке. Джойс. Я по атаке нет в окна. Брежит, что происходит. Они взломали наши борты. Мы не имеем к этому отношения. Дозор. О. Что? Хорошая психоделика такая. Блин, после Far Cry я говорился, я не хочу играть в игры с такой психоделикой. После третьего, четвёртого Far Cry. Блин, всё равно попал в игру с психоделикой. Чёрт побери. Дозор меня не достанет. Сильверхенд. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз Дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Фу. Так чёрт у вудуистов. Чёрт, это я привёл сюда Дозор. Их агент, наверное, подкинул мне дрэкер, по которому они нас выследили. Возможно. Ага, сделал вид, что удаляет вирус вудуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альд, если ты вытащил нас оттуда, значит у нас с тобой всё нормально? Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получать его в руках. Кто-то вытащил тебя из Росака Тауэр. Ви, это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Да-да-да, знаем такие легенды. Альт, это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? Я без понятия. Хуей нет. Это ты создала душегуб. Ты вручила Аросаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной дуле. Кстати, да. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннинген, которую ты пошел спасать в Росака Тауэр, больше не существует. Ну, это было понятно. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Да. Фишка в том, что мне кажется, что когда сознание становится конструктом, оно же, по сути, перемещается из человеческой оболочки в виртуальную. И мне кажется, что там логика и математический расчет должны... Твоя проекция в киберпространстве. Любопыт. Ну, как бы логика должна брать верх над чувствами и эмоциями. Я вообще не считаю, что у конструкторов существуют или должны существовать чувства или эмоции. Поэтому с ее точки зрения она полностью права. Та, Альт, уже давно сдохла. Ладно, я понял. Ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Ну, опять же, ненавидишь. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Давай добудем их. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегубу. У программы, которую я создала, мало общего смысла, что... Ежи потом про патч или проапгрейдили. Они взяли только базовую туристику. А, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь ей. Согласна? Почему он спрашивает у нее, согласна, а потом должен что-то сказать я. Давайте, может, ее ответ послушаем. Чего ты ожидаешь от меня? Я не могу осмыслить. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба. А затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою анграмму обратно в тело. То есть извлечь мое сознание из меня же. Потом форматнуть мозги. И в мои форматнутые мозги загрузить меня же обратно. Твоя проекция из киберпространства. Любопытная. Ну, убить, чтобы спасти. Но это не по сути не убить. Ну, физически, да, убить. Но теоретически потом заново... Ну, это как взять форматнуть жесткий диск и потом заново переписать на него винду. Только не новую винду, а кастомную винду. С твоим сознанием. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы реальные чуваки. Мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши. А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес борты. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. А насчет ванночки с льдом... Я бы лучше не придумал. Собаки, собачья смерть. Я тоже рад такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. Редкие компоненты... Они все сдохли? Говорил, не люблю фанатиков. Очень не люблю фанатиков. Классно, что... О, там нетранерские приблуды разные. Тут можно пофармить. Стойте, погодите. Что это? Новый чип информационная сводка. В ходе последней операции сетевой дозор отряд Аластор сделал еще... Еще один шаг на пути к полной ликвидации преступных элементов, угрожающих общественной безопасности. Было обнаружено 10 ящиков нелегального оборудования, инфицированного демоном Химера-3, и арестованы 5 тиранитранеров. Ну ладно. Мы напоминаем, что обо всех случаях по зрительной сетевой активности следует сообщать сетевому дозору. Каждый сетевому дозору... Дозору! Блин, что с моей речью сегодня? Каждый из вас может внести вклад в борьбу за безопасную сеть. Спасибо, стучите побольше. Пишите письма, называется. Ладно. Мы в опасной зоне. Где-то между пропагандой Арасаки и образом, который создал себе Сильберхенд, находится вся правда о фронтмане... Фронтмане Самурай. Да, Самурай это их группа. Окей. Дело лишь в том, что ее никто никогда не искал. Лейблы, легенды, лозунги, вот и все, что было нужно от него фанатам. Но если копнуть поглубже, перед нами откроется множество несоответствий и преувеличений. Меньше всего нам известно о времени, которое Сильберхенд провел среди кочевников. Ха! Сильберхенд провел время среди кочевников. Мы кочевник. Что-то здесь должно сходиться. Погодите. Вдали от цивилизации у Джонни была возможность снять маску и пожить своей жизнью, если те, кто... Нет, продолжение. Ладно. Если те, кто в этот период был знаком с Сильберхендом, что-нибудь о нем расскажут, биографы будут им безмерно благодарны. А доктора и это главное, наконец-то, смогут заочно поставить диагноз рок-легенде. Прибитость головного мозга третьей степени? Я на самом деле вообще не понимаю Сильберхенда, почему он себя так ведет. То есть нам явно дают понять, что... Ну, как бы это его была подружка, все дела. Но при этом он ведет себя так, как будто ему на нее пофиг. Но при этом он ведет себя так, как будто ему на нее не пофиг. Ну, блин. Он ее посылает и отталкивает от себя. Она, что, естественно, для женщины ведет себя таким образом, что уходит. Но он пытается ее остановить. И при этом пытается ее остановить настолько, что аж прям идет за ней воросаку и уничтожает, взрывает вот эти вот нейтронные атомные бомбы и еще всякую фигню. Интересно, самое главное, вот эта чивих, которая здесь была, она тоже склеилась, не? Ладно, пойдемте посмотрим. Что у нас там предстоит? Выбраться из убежища. Да, мы сейчас будем мочить вудуистов, что ли? Мне наконец-то дадут в них пострелить... Ой, а мне есть чем пострелить? Кстати, двойной альт... Да, работает, спасибо за подсказку, двойной альт работает, это убрать оружие для того, чтобы не зажимать альт и не было всей в этой фигни. Так, у меня тут режущее оружие. Давайте, наверное, начнем с него, что ли. О, тут можно еще что-то почитать. А можно не брать, можно просто нажать R почитать. Ну ладно. Человек умирает таким же, каким рождается, мягким, слабым и беспомощным. Смерть единственным противником во вселенной хаоса может стать как трагедией, так и избавлением от мук. Оно может быть неожиданным поворотом событий или прекрасным контрапунктом, завершающим плодовитую жизнь. Плодотворную, ладно. Проклятием людей, как единственных существ, живущих в неустанном предчувствии смерти. А становится чрезмерная концентрация на ней. Насколько счастлива газель, избежавшая лап гепарда и убежденная в этот момент, что отодвинула от себя смерть навсегда, чем человек, каждый минут знающий, что следующий шаг впереди, прилежает его к пропасти. А это очень... Как бы то, вам сказать, такие философские размышления. Пройди, пожалуйста. Спасибо. Минус один, минус... Два... Заходить, заходить, ребята. Ой, там еще кто-то. Пытается обойти. О-о-о! Меня валит, меня валит, меня валит. Надо валить. Почему у меня ноль хп-шки? Сдохни, пожалуйста. Почему у меня ноль хп-шки? Я горю, но я горю на здоровье. Я не пойму, меня сейчас, типа, убьют, если я высунусь, или что? Или у меня просто хп-шка заглючило? Перегрев. Блин, стрелковое оружие... Вообще бесполезное. У меня хп-шка заглючило, или что происходит? Почему у меня ее ноль? Так, это оружие у меня закончилось. Мне нужно вот это убить. Умное оружие? Да-да-да, я потом разберусь. Где ты? Как ты вообще здесь оказалась? Глупая дура с умным оружием. Все, не все? Ну, подключиться я сюда не могу. Почему у меня ноль хп-шки? Блин, печаль. Обойма из пистолета, пол хп. Сиданет. До свидания. Привет, чувак. да 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 двойное нажатие на f делает рывок о привет чувак спасибо что пришел мне проще с тобой так разобраться я тут сохранить с ними не могу от это жалко там же в конце будет босс да я тебе помню какой-то то ли они это репутация пришла этому уровень пришел а это с того как к вакантова как его А, Пласид его зовут, точно Ну, вот, собственно, вот так вот У нас будут происходить битвы с боссом, я так понимаю Это был третий босс Которого мы грохнули Я перегружен, какая красота Так, сейчас, секунду, ребят Выбраться из убежища Знаете что, ребятушки, давайте тогда Наверное, на вот этом вот мы моменте закончим Потому что мне все равно сейчас нужно будет Перебирать инвентарь, я перегружен Нужно будет разобрать оружие, посмотреть Тут все это сохранится У меня, наверное, прошло в сохранении после этого Поэтому на этом мы серию закончим Спасибо, что были с нами, встретимся тогда уже в следующей И всем удачи, добра, поправа Всем молодушек, всем покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok